Уважаемый Тумцо, пишет Александр Лапин, так как мои коллеги, российские генералы, общаются с Кадыровым посредством тебя, я тоже хотел бы, с твоего позволения, конечно же, воспользоваться твоим посредством и передать через тебя Кадырову свое обращение. Ну и в завершении скажу, что как бы там ни было при всей моей ненависти, презрений Кадырову, меня радует, когда он делает подобные выпады в сторону российских генералов, когда вот это вот детище, взросшенное Россией, показывает зубы им самим, когда они вынуждены терпеть вот такие вот выпады от Кадырова и не могут просто взять и поставить его на место, потому что за что вы боролись, на то вы и напоролись, вот это меня, честно говоря, радует. У нас сегодня очередное письмо от российского генерала. Как вы знаете, в Украине произошли очень значимые события, пока Путин присоединял к России новые территории, аннексировал четыре украинские области, в это самое время украинская армия освобождала Лиман и освободила такие. После того, как украинская армия успешно освободила Лиман, водрузила флаг Украины над надписью Лиман у въезда в этот город, Кадыров разразился постом у себя в телеграм-канале в отношении одного из российских генералов, как раз командующего этим направлением российских войск, Александром Лапином. Если вкратце, я не буду зачитывать весь пост Кадырова, то Кадыров написал, «Обороной этого участка руководил командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин. Тот самый Лапин, который получил звезду Героя России за взятие Лисичанска, хотя де-факто его там и рядом не было. Лапину отдали в подчинение и войска Западного военного округа. Спустя неделю Лапин переносит свой штаб в Старобельск за сотню километров от своих подчиненных, а сам отсиживается в Луганске. Как можно оперативно управлять подразделениями, находясь в 150 километрах от них? Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории». После того, как Кадыров написал это в своем телеграм-канале, его поддержал Пригожий, тот самый повар Путина, который сегодня тоже является ключевой фигурой в войне в Украине, так как он руководит этими чуваками Вагнерами. Он написал «Красавчик Кадыров, типа жги этих генералов и так далее». Кадыров предложил Лапину смыть с себя позор кровью. То есть, мало того, что он предлагает его разжаловать до рядового, он предлагает ему взять в руки автомат и, значит, приехать на передовую и смывать с себя этот позор кровью. В общем, мы ждали, какова будет реакция, может быть, Министерство обороны, может быть, сам Лапин как-то ответит. Видимо, Лапин тоже не дождался какой-то реакции от Министерства обороны и написал мне письмо. И попросил зачитать его в прямом эфире, что я, собственно, сейчас и сделаю. «Уважаемые Тумсо», — пишет Александр Лапин, — «так как мои коллеги, российские генералы, общаются с Кадыровым посредством тебя, я тоже хотел бы, с твоего позволения, конечно же, воспользоваться твоим посредством и передать через тебя Кадырову свое обращение». Кадыров заявил, что меня нужно разжаловать до рядового, лишить всех наград и отправить с автоматом в руках на передовую и смывать кровью свой позор. И все это за то, что я якобы отсиживался в Луганске в 150 километрах от своих подразделений. Ну так я брал пример с Кадырова, который отсиживается за тысячи километров от своих подразделений на роскошном диване. Сидя на этом диване, он уже неоднократно брал Киев и даже готовился к нападению на Польшу. У меня в Луганске не было такого роскошного дивана, и приказы я отдавал не в эфирах ТикТока, а по спецсвязи. В недавнем эфире на местном канале, отвечая тем, кто упрекает его как раз за то, что он сам не отправляется на передовую, Кадыров заявил, что командующий не должен с автоматом бегать на передовой. У него свои цели и задачи. Я не очень хорошо понимаю чеченский, поэтому привожу недословно. Тумсо, покажи, пожалуйста, это видео в эфире. Вот это видео. Я хорошо понимаю чеченский, поэтому я подтверждаю. Действительно, Кадыров здесь говорит эти слова, причем он говорит, как раз отвечает тем людям, кто упрекает его за то, что он не едет на передовую воевать, за то, что его дети, родственники не едут воевать на передовую. И он как бы, отвечая этим людям, он говорит, эй, смотрите сюда, командующий, он говорит, командир, он и не должен там на передовой бегать с автоматом в руках. У командующего, он говорит, свои цели и задачи он обеспечивает, он планирует и так далее. Действительно, эти слова он говорит. Ну так я, командующий, Кадыров, поэтому я и был за 150 километров от передовой. У меня были свои цели и задачи. В общем, как бы там ни было, я готов взять в руки автомат и в качестве рядового смывать свой позор кровью, если ты, Кадыров, в качестве командующего приедешь на передовую и поведешь нас в бой. Докажи нам всем, что Ахмат это сила, научи нас воевать, написал Лапин. Мне остается только присоединиться к этому призыву, к этому обращению Лапина. Действительно, все он говорит по делу. Он признает, что это реально его косяк, это его оплошенность, что потеряли Лиман. Но он говорит, что причина все-таки не в том, что он находился в 150 километрах, так как командующий, по словам самого Кадырова, и не должен находиться на передовой. Причем, если смотреть на то, как далеко находится сам Кадыров от передовой, в тысячах километров, то, в принципе, Лапин находился очень даже близко, можно сказать, что находился даже на передовой. Кадыров, ты, возможно, возразишь этому, сказав, что ты не являешься, якобы, командующим. Что ты туда, типа, отправил людей на место, и они там руководили. Или скажешь, что ты командующий, но у тебя там есть непосредственно люди, которые руководят. Но Лапин тебе ответит тем же самым. Он скажет, так и у меня там были люди, которые непосредственно руководили. А если ты попробуешь сказать, что это вообще к тебе не относится, тогда твой ответ людям на этом совещании, он теряет смысл. Ведь ты, отвечая им на вопрос, почему ты не едешь на передовую, ты им говорил, что ты не должен, ты командующий, и у тебя свои цели и задачи. Поэтому претензии к тебе, Лапина, вполне обоснованные. Я думаю, тебе нужно как-то ответить на это, а лучше не отвечать, а поехать, действительно, поехать, возглавить эту войну, хотя бы на том участке, и обратно забрать у украинских военных Лиман. А там, видишь, может быть, ты и Украину всю, и Киев заберешь, и всю Украину под контроль возьмешь. И действительно, может, даже на Польшу нападешь. В общем, тебя там ждут, и мы бы очень хотели реально тебя увидеть в роли командующего на этом украинском фронте. И я хочу еще обратить внимание на комментарий по этому поводу, который дал Владимир Осечкин, основатель проекта «ГУЛАГО.нет», который находится сейчас во Франции. Он поставился тем, что опубликовал очень много видеоматериалов с пытками, с насилием, которое происходит в российских тюрьмах. Давайте посмотрим, что он сказал. Рамзан Кадыров сегодня обозначился и заявил следующее. Я бы разжаловал Лапина и отправил на передовую смывать кровью свой позор. И буквально через несколько часов ему поддакнул Пригожин. Экспрессивное заявление Кадырова, конечно, совсем не в моем стиле, но могу сказать, Рамзан, красавчик, жги, всех этих ушлепков с автоматами басыми на фронт. Вот никогда еще раньше два абсолютно криминальных персонажа так еще не позволяли себе унижать российских военных, российских военных генералов. И у меня только один вопрос к этим генералам. Вы сколько еще будете позволять о себя вытирать ноги вот этим бандюганам? У меня только один вопрос. Как долго вы будете терпеть вот такие вот выпады этих уголовников, спрашивает Осечкин. Я не знаю, может быть, это такая была попытка их стравить, но я прямо четко проследил в этом некий респект, респектабельное какое-то отношение к российским генералам. Это такое обращение к ним, как будто они люди какие-то достойные. Вот это, мол, какие-то уголовники, а вы же российские генералы, вы еще долго будете это терпеть. Ну, было бы неплохо, если бы мы услышали разъяснение по этому поводу, потому что Владимир Осечкин, противостоящий всей этой структуре ВСИН, критикующий генералов ВСИН, неужели у него есть какое-то разделение между российскими генералами военными и генералами ВСИН, российской судебной системой. То есть, вся власть, она плохая, суды плохие, ВСИН плохой, президент плохой, а армия, она хорошая, так что ли получается? Вот эта армия, вот эти российские генералы, которые сегодня убивают украинцев, уничтожают украинские города, украинских мирных жителей, ведут эту несправедливую войну, прекрасно понимая, что она абсолютно несправедливая, неужели они являются какими-то хорошими ребятами? Что они прям должны оскорбляться тем, тому, что эти уголовники что-то там не предъявляют. В них есть какая-то разница, вот этот Пригожин, этот Кадыров, они как-то хуже этих генералов. Генералы лучше них. Не совсем просто это понятно, вот подобное обращение, было бы неплохо, если бы было сделано по этому поводу разъяснение. Каково отношение Владимира Осечкина, основателя ГУЛАГу, нет, к войне, проходящей сегодня в Украине, если оно негативное, то каково отношение к генералам, ведущим эту войну? К российским генералам? Они остаются хорошими ребятами? Они должны как-то оскорбляться тому, что говорит Пригожин с Кадыровым? В общем, было бы неплохо, если бы было какое-то разъяснение по этому поводу, чтобы мы знали, какое должно быть отношение вообще к Осечкину и к этому проекту ГУЛАГу, нет. Ну и в завершении скажу, что как бы там ни было, при всей моей ненависти, презрении к Кадырову, меня радует, когда он делает подобные выпады в сторону российских генералов. И когда вот это вот детище, взросшенное Россией, показывает зубы им самим, когда они вынуждены терпеть вот такие вот выпады от Кадырова и не могут просто взять и поставить его на место, потому что за что вы боролись, за то вы и напоролись. Вот это меня, честно говоря, радует. Меня радует, что вы вынуждены это терпеть, что Кадыров настолько ничтожное существо, и вы прекрасно знаете, что это за существо, вы прекрасно знаете, что это предатель, предавший свой народ, и вы не можете это ему вот так сказать. Вы вынуждены его терпеть, А он еще и доминирует над вами во всей этой теме. Выглядит гораздо более приближеннее к Путину. И от этого, честно говоря, приятно, когда вы там между собой грязетесь. Мы получаем от этого удовольствие. Поэтому, Кадыров, жги! Субтитры создавал DimaTorzok